всем привет в разгар сезона длинных платьев и сарафанов я хочу вам показать три способа как можно повесить очень очень длинное платье или сарафан если ваша штанга находится недостаточно для этого высоко первый способ очень простой нужно взять еще одни плечики и перекинуть подол платья как брюки ничего здесь сложного нет но недостатком является то что нужно использовать вторые плечики и соответственно это займет больше места в шкафу для второго способа нам уже понадобится только одни плечики здесь все немножко посложнее но как бонус в при этом способе платье не соскользнет никогда с плечиков как при использовании первого способа поэтому давайте посмотрим единственный нюанс платье должно быть не совсем вот так под горло здесь должно быть либо свободно либо расстегиваться должны пуговки в противном случае ничего не получится я думаю большинство летних платьев и сарафанов они все-таки здесь либо открыты либо расстегиваются так поехали я его еще предварительно вывернула наизнанку сейчас увидите почему но это не обязательно так что мы будем делать так мне непривычно снимать и сразу говорить обычно привыкла вырезать ускорять и озвучивать значит подол платье продеваем так как мы это делали в первом варианте вот так и теперь я как будто бы хочу его надеть и продеваю руку в рукав теперь не нужно накинуть это на плечики но по дороге я его выворачиваю но у меня сейчас вывернуто наизнанку я возвращаю его обратно то же самое я проделываю и со вторым рукавом где он у меня вот и выворачиваю его наизнанку тоже ну вернее на бороться изнанки в обратное положение нормальное состояние и теперь посмотрите зачем нам нужно было свободная горловина для того чтобы сейчас это все сюда закинуть чтобы там ничего не растянулась и не порвалась поэтому это именно важно для только тех платьев которые расстегиваются так мы закидываем туда это все внутрь и расправляем так все получилось как будто бы рубашка здесь мы можем застегнуть еще эти все пуговки для того чтобы не было здесь складок значит резонный вопрос у вас в голове возник помнется ли она конечно скорее всего подол платья помнется все зависит от ткани но скорее всего помнется вот в этом допустим платье немножечко мнется если ваше платье гладится очень легко и быстро то наверное не стоит использовать такой способ лучше погладить его целиком уже перед выходом но большинство платьев все-таки очень долго в мене например перед выходом мне неудобно очень долго гладить стоять поэтому я предпочитаю просто немножечко потом паром пройтись иногда и не приходится все зависит от платьев через этот ткань и попробуйте в общем надо пробовать с каждым платьем здесь будет по-разному какой-то не помнется какой-то помнётся очень сильно, это нужно один раз попробовать и принять решение, будет ли вам удобно складывание именно таким способом. Ну и наименее травматичный способ, после которого, скорее всего, не придётся кладить платье, это очень просто. Нам нужно как бы сложить это платье вдвое и закинуть подол платья на плечики. Всё. Вот и все дела. Конечно, и здесь есть свой нюанс. Нюанс в том, что не каждое платье будет так держаться. Некоторые могут соскальзывать и падать. Ну вот, здесь, например, держится. Всё. Поэтому попробуйте все варианты для каждого платья, нужно перепробовать все варианты, протестировать и выбрать наиболее подходящий. Если у вас очень-очень много платьев, то стоит всё-таки как-то переделать шкаф. Посмотрите, возможно, иногда бывает штангу можно немножечко приподнять. Возможно, это будут какие-то решающие пару сантиметров. Всё. Пробуйте, тестируйте. Спасибо вам за внимание. Надеюсь, было полезно. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok